Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 19 главу Евангелия от Иоанна. Эта глава продолжает собой описание суда у Пилата. Весь этот эпизод суда у Пилата состоит из семи сцен. И в прошлый раз мы с вами говорили, что Пилат то входит в приторию, то выходит наружу к иудеям. И действие происходит то внутри, то вовне. И в центре этих семи эпизодов находится момент интронизации коронования Иисуса Христа. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу. И говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Вот этот центральный эпизод происходит действительно коронование Иисуса Христа как царя, при том, что Пилат презирает глубоко иудеев. Воины тоже ругаются над Христом, и все это похоже на какой-то маскарад и фарс. Но тем не менее, как мы увидим дальше, все, что происходит, оно имеет свой пророческий смысл и обладает абсолютной истиной. Следующий эпизод. Пилат опять вышел и сказал иудеям, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и багренице, и сказал им Пилат, сей человек. Коронованный царь выводится к своему народу, и Пилат, официальный представитель римского императора от имени римской власти, сам того не понимая, провозглашает все человек. Это слово человек написано здесь большой буквы, потому что в действительности это Адам, и Христос это новый Адам, и то, что говорит Пилат, он не совсем понимает сам, но он пророчествует о том, что это не просто царь иудеев, это царь мира. И когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его. Пилат говорил им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, еще больше убоялся. Что же здесь происходит? Когда Пилат, официальный представитель римского императора, выводит нового царя, конечно, реакция первосвященников – это протест. Они вынесли ему приговор, и приговор, который вынесен Иисусу Христу – смертная казнь по обвинению в богохульстве, ни больше, ни меньше. Он сделал себя сыном Божиим, он себя провозгласил Богом. Но Пилат, язычник, римлянин, когда слышит это выражение «сын Божий», оно вселяет в него суеверный трепет, страх, потому что сын Божий – это император. И мало того, что он только что интронизовал, сам того не ведая, царя иудеев, оказывается, что это царь, который обладает еще большими полномочиями, и поэтому ситуация Пилата здесь становится совершенно двусмысленной и очень неловкой, и ему страшно. «И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты?» Вот это ключевой вопрос Евангелиста Иоанна, он никогда не говорит «кто ты?», он говорит «откуда ты?». Вот это вопросительное слово «откуда» в действительности означает «каково твое происхождение?», чей ты сын? Кто ты в своих истоках, в своей глубине? И Иисус не дал ему ответа. «Пилат говорит ему, мне ли ты не отвечаешь? Не знаешь ли ты, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» И Иисус отвечал, «ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Здесь происходит очень тонкая игра слов и смыслов. Пилат представляет себе одну картину. Христос говорит о других вещах. Они употребляют те же самые слова, но говорят о разных вещах. И вместе с тем Пилат догадывается о чем-то, что он еще не может себе самому озвучить. Речь идет о власти. Точно так же, как в предыдущей главе, Пилат спрашивает «ты царь?». И теперь вопрос о власти, он абсолютно симметричен. Кто здесь обладает суверенной властью? Пилат считает, что он, поскольку он наместник императора, но в действительности он только что короновал человека, который есть царь, есть новый Адам, и поэтому, вероятно, он получает власть, тем более ему эта власть будет до нас выше. Иисус указывает на то, что есть некая высшая власть, потому что все другие правители, как, например, Пилат, является правителем, потому что ему делегированы определенные полномочия. Даже император становится императором, потому что его гвардейцы и сенаторы принимают как императоры. И точно так же в сцене гранации Иисуса Христа стражники, гвардия провозглашает царское достоинство своего господина. Но оказывается, есть другая власть, которая не нуждается ни в какой легитимности. Она абсолютно суверенна. И с этого момента Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел Иисуса вон и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски гавафа. И здесь мы видим страх Пилата, который всячески пытается как-то избежать катастрофы и пытается любой ценой отпустить, потому что не находит никакой вины. Он все-таки уважающий себя римлянин. И если он выносит приговор, то ему нужны доказательства. Он чувствует, что им манипулируют, но в действительности он ничего не может с этим поделать. И первосвященники разыгрывают очень серьезную карту. Они фактически говорят Пилату, что ты попался в ловушку. Если ты его отпустишь, то ты попадаешь сам под статью «Предательство Цезаря. Измены государственной власти». И поэтому Пилату это еще более страшно. И он выводит Христа на судилище. В русском переводе нет этого момента, но там, где, говорится, сел на судилище, в действительности говорится о том, что он посадил Христа на трон, на некое возвышающееся место. И фактически тем самым Иисус занимает место царя и судьи. Кажется, что Христос подсудимый, но в действительности он царь и судья. И суд совершается и над Пилатом, и над первосвященниками, и над иудеями, и над всем нечестием мира сего. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорил им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Заканчивается суд у Пилата очень тонкой интригой, потому что сначала первосвященники предупреждают Пилата, что ты будешь изменником государственной власти. Теперь Пилат издевается над ними и говорит, «Это ваш царь, и вы мне предлагаете его распять, тем самым какова же ваша цена?» Это же оскорбление вас. Настолько он презирает иудеев, на что первосвященники вынуждены сами совершить акт отречения от Бога, потому что они говорят, что у нас нет другого царя, кроме Кесаря. Но каждый уважающий себя иудей понимает, что Кесарь – это не царь. Царь в народе – это Бог. Тем самым первосвященники совершают грехотречение в пылу гнева, в пылу ненависти. И вся эта сцена безумия заканчивается распятием и погребением Иисуса Христа. Итак, Иисуса взяли и повели, но крест он несет сам. И в этом тоже жест какого-то царского достоинства. В этот момент, конечно, он очень похож на Исаака, который тоже несет хворост для жертвоприношения. И также Христос несет свой крест. Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. «Там распяли его, и с ним двух разбойников по ту и по другую сторону, а посреди – Иисуса». В языке Евангелиста Иоанна каждый предлог имеет свою смысловую нагрузку. В данном случае предлог «посреди» указывает гораздо больше, чем то, что мы обычно обозначаем этим предлогом. Христос оказывается в центре мировой истории. Мало того, что Лобное место Голгофа, по преданию, это место, на котором был погребен Адам, поэтому это могила Адама, тем самым Христос становится его сыном и новым Адамом. Но от того, что справа и слева есть два разбойника, означает, что поколения, которые предшествовали Христу и поколения, которые после него придут, Христос будет в эпицентре человечества и в центре человеческой истории. Вот что на языке Иоанн назначает этот предлог «посреди». Пилат только что совершил коронацию Иисуса Христа, объявил его, подкрепил своим устным словом, что это царь. Теперь он письменно подкрепляет это. Надпись, которая будет прикреплена на кресте, фактически является письменным документом, удостоверяющим подлинность интронизации. Пилат написал надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распятый Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. И первосвященники же иудейские сказали Пилату «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал «Что я написал, то написал». Замечательные слова Пилата, которые стали таким фразеологизмом «Что написал, то написал, аминь». Поставим на этом точку. Надпись, сделанная Пилатом, написана на трех официальных языках иудейского царства, для того, чтобы действительно все могли ее прочитать и ее понять. Эту табличку по преданию обнаружила царица Елена в Иерусалиме и перенесла ее в Рим. Сегодня ее можно видеть, если вы посетите храм Санта-Крочи и Джерузалемме в Риме, и вы увидите, что на этой табличке надписи написаны все справа налево. Именно так в какое-то время в Иудее писали, не только когда пишут по-еврейски, но также и по-римски, и по-гречески, что подтверждает подлинность этой таблички. «Воины, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части. Каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху». Следующий эпизод того, как воины будут делить одежды Христа, являются исполнением пророчества, потому что дальше мы услышим слова Псалма, которые в данный момент совершаются. Четыре части, на которые раздирают резы Христа, указывают на четыре части света, и тем самым на то, что Христос действительно своими царскими одеждами покрывает весь мир, всю Вселенную. И есть пятый элемент, пятая часть, тот хитон, который цельнотканный, сшитый сверху, и его невозможно разодрать, точно так же, как нельзя разодрать одежды первосвященника, как нельзя разодрать цельнотканное полотно скиньи завета. Христос первосвященник, Христос вместилище и обиталище божества. «И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». В Евангелии переплетаются голоса солдат и голос автора, голос евангелиста. Мы слышим голоса, которые кричат, «Мы бросим жребие о нем». И в этот момент голос автора «Да сбудется реченное в Писании». Это адресовано нам. При кресте стояли Матерь Его и Сестра Матери Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев Матери Ученика, стоящего, которого любил, говорит «Матери Своей, Жену, си сын твой». Потом говорит Ученику «Си матерь твоя». И с этого времени Ученик сей взял ее к себе. Этот эпизод очень важный. Мария в Евангелии от Иоанна появляется только дважды. Вы помните, она появилась во время свадьбы в Кане Галилейской, в тот момент, когда Христос положил начало своим знамением, своим чудесам. Она оказывается и в самый последний момент. Точно так же, как в Кане прозвучала тема часа, Христос говорит своей маме, «Не пробил еще час мой, не настал мой час». Но здесь его час пробил. Именно в этот момент исполняется то, что должно исполниться. Он обращается к ней опять этим словом «жено», «женщина». В греческом языке здесь очень тонкая игра артиклей и прилагательных. И слово «жено» в этот момент в устах Христа означает «женщину вообще». И поэтому Мария здесь становится новой Евой, матерью всех живущих. И она становится матерью всех, кто возьмет ее в своя, в свой дом, в свое сердце. Матерью всех учеников. Поэтому любимый ученик Христа здесь образ всякого, кто примет и поверит в Иисуса Христа, Сына Божий. После того Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на Иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив главу, предал дух. Здесь мы услышали последние слова Христа. Первый из них «жажду». Это тоже слова из псалма. Некое древнее пророчество о царе, мессии, Божьем помазаннике, который умирает, как праведник, невинной смертью. И «жажду» — это последние слова умирающего Христа. Только что он вручил свою мать любимому ученику, тем самым он расстается самым дорогим, что у него было в этой земной жизни. У него не остается ничего, и остается только эта жажда. Жажда встретить Отца. Память об Отце. Эти слова — фактически молитва, обращенная к Богу Отцу. Но солдаты, которые стоят в этот момент у Креста, не понимают, о чем идет речь. Они думают, что Христос у них просит пить. Немножко как это происходит с самарянкой, когда он просит пить. И они совершают то, как они хотели бы ему помочь. Здесь упоминается и соп. И соп — это такое растение, на которое невозможно поднять губку. Но и соп — это растение, которое потребляется в храме. Прежде всего, им происходит омовение и очищение, например, от проказы. Им тоже кропят кровью жертвенного агнца, и поэтому происходит очищение жертвенной крови. Поэтому и соп — это растение, заимствовано из храмового богослужения. И то, что солдаты каким-то образом именно и соп берут в качестве орудия для того, чтобы утолить жажду, это некое тоже пророчество. И последние слова свершились. Мы слышали эти слова накануне последнего ужина, тайной вечери, когда все подходит к своему концу, к своему завершению, к своей полноте, как будто вся история мира в этот момент обретает свою кульминацию и окончательное свершение. Обычно, когда человек умирает, то сначала мы испускаем дух, а потом склоняем голову. Евангелист все перечисляет в обратном порядке. Иисус сначала преклоняет голову, обращаясь к ученикам, к человечеству, которое стоит у подножия креста, и затем предает дух. И все эти слова тоже имеют свое второе, более важное значение. Предание — это есть то, что мы передаем как священная традиция. Поэтому Христос передает человечеству, передает своим ученикам Святой Дух, дыхание жизни, божественной жизни, которая отныне наполняет всю Вселенную. Но поскольку была пятница, и ей, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день Великий, день Пасхи, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины и перебили голени у первого и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Здесь происходит, с одной стороны, нечто земное. Есть совершенно практическая потребность сделать так, чтобы никто в пасхальную день не оставался повешен на кресте, потому что это знак проклятия, знак нечестия. Поэтому нужно ускорить смерть. И воины технически совершают то, что они хотят совершить. Но Христу они не перебивают голени, потому что он умер. Но фактически в глазах верующего человека, в глазах евангелиста здесь есть некий шифр. Исполняется Писание. Кость его да не сокрушится, потому что пасхальный агнец это такое животное, которое нужно есть осторожно, так, чтобы никакой нежной косточки однолетнего агнеца не повредить. Это священный ритуал. И поэтому то, что голени Христа не были перебиты, это намек, пророческий жест, на то, что Христос есть и тот самый пасхальный агнец. Один из воинов копьем пронзил ему ребро, и тотчас истекла кровь и вода, и, видевши, засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Здесь мы открываем ключ к Евангелию от Иоанна. Все это написано для того, чтобы читающий, слушающий Евангелие обрел веру, то есть прозрел, увидел нечто, что обычным взглядом человек увидеть не может. Жест, который совершает воин, он пробивает копьем ребро Иисуса, и истекает кровь и вода. В предании церкви эти истекшие кровь и вода символизируют собой таинство Евхаристии, кровь, и таинство крещения, вода. Фактически в этот момент из крови и воды, истекшей из сердца Христа, рождается церковь, рождается новое человечество, потому что слово ребро, которое здесь употреблено, оно тоже на слуху у всех. Это именно то ребро, тот бог Адама, из которого рождается Ева. И здесь Иоанн, стоя у креста, видит, как рождается церковь, точно так же, как рождается новая Ева из ребра нового Адама. Также и в другом месте Писания говорится «возряд на того, кого пронзили». Здесь евангелист Иоанн цитирует пророка Захарию, и затем эта цитата возникнет в книге Апокалипсиса. Христос будет вознесен на кресте для того, чтобы он был виден всем. Это момент его славы. И завершается эта драма погребением Иисуса Христа. Иосиф Аримафейский, ученик Иисуса, но он был тайным учеником, потому что боялся иудеев, приходит к Пилату и просит разрешения снять тело Иисуса. По римским законам тела казненных преступников являются собственностью императора или его наместника. И поэтому нужно спросить разрешения, попросить у Пилата. И Пилат не просто позволил, а предоставил в распоряжение Иосифа Аримафейского тела Христа для того, чтобы совершить погребение. Он пошел и снял тело Иисуса. Также пришел и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью. Иоанн напоминает нам о том, что однажды мы уже встречали Никодима. Ночью, когда они говорили о рождении свыше, когда Никодим услышал слова о медном змеи, пророчество о том, как Мессии надлежит быть вознесенным на крест, и это будет час его славы. Тогда Никодим ничего не понял, но сейчас ему открывается то, что он должен был понять. Он был тайным учеником Христа, но теперь он по-настоящему все видит и входит в Пасху Христа. Никодим приносит состав из мирной и алоя, литр около ста, 34 килограмма драгоценных благовоний. Конечно, эта роскошь указывает на то, что погребение, которое устраивает Иосиф с Никодимом, это царское погребение. Именно царей погребают с таким количеством благовоний и обязательно в саду. И так они взяли тело Иисуса, обвели его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи, на том месте, где он был распят, был сад. И в саду был гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. С одной стороны, есть какая-то физическая причина, практическое обоснование, почему именно в этой новой гробнице поместили Христа, потому что не было времени уносить его за стены города. Но в действительности исполняется пророчество. Царь должен быть погребен у богатого гробницы, где еще никто не был погребен, со всеми подобающими царскими почестями. Таким образом, у Евангелия от Иоанна заканчивается этот эпизод часа, моментом погребения Христа. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.